Последнее слово, письменный его фрагмент, предшествующий устной речи. Сначала я закончу свой ответ на вопрос прокурора, который мне не удалось завершить в связи с тем, что судя Голливудинова прорвала меня и удалилась с судебного заседания по надуманной причине, чтобы я не мог реализовать свое конституционное право на защиту во время судебного следствия и во время премии. Итак, понимал ли я, публикую в интернете свои ролики про ЖКХ, что ролики находятся в общем доступе? Действительно, хищение средств ЖКХ и взывание вклады жителей вызывает возмущение жителей Томска и населения России. Однако эта тема не имеет отношения к предъявленным на мой взглядам. Что касается видеоролика жителей Донецка и Луганской областей вон из Томска и видеоролика 15.01.2015 «День народного гнева в Томске против беспредела чиновников и маршрутников», то я размещал их на Ютубе с целью реализации своего права, предусмотренного статьей 29 Конституции, право выражать свое мнение, в том числе публично. Размещал ли я эти ролики в социальной сети ВКонтакте, я не помню. Настройки моей страницы позволяют делать публикации, внешне неотличимые от сделанных мной, но которые могут быть сделаны кем угодно. Страна обвинений не представила ни одного доказательства, что видеоролики на Ютубе размещены мной. Просто я не считаю для себя возможным отречься от своей гражданской позиции. Я предпочитаю жить и быть самим собой. А если придется, то и умереть за свои убеждения. В чем меня обвиняют и что во мне хотят исправлять во время длительного перевоспитания в исправительной колонии? Из длинного перечня нагромождений причастных и непричастных оборотов я понял, что меня обвиняют дважды в одном и том же. В разжигании розни к украинскому народу и в разжигании розни к коррупционерам. А также в призывах к свержению власти губернатора Томской области Жвачкина, мэра Томска Кляйна и всей антинародной власти Российской Федерации. Я не могу признать себя виновным ни в разжигании, ни в свержении. Потому что не разжигал, не свергал. И не имел таких целей. Уголовное дело против меня изначально возбуждалось по одному составу на каждый ролик. Сначала дело было возбуждено у ФСБ Российской Федерации по Томской области по части 2 статьи 280 УК РФ. Призывы к свержению. Ролик в день народного дня. И в тот же день по указанию у ФСБ РФ по Томской области еще одно уголовное дело возбудил Следственный комитет по части 1 статьи 282 УК РФ. «Разжигание розни. Ролик жителей Донецка и Луганск». Затем дела были объединены. И через 7 месяцев окончательное обвинение было удвоено. В каждом из роликов следствие усмотрело и разжигание розни, и призывы к экстремистским действиям. Причина возбуждения уголовных дел против меня, по моему мнению, совсем другая. Мое резкое высказывание о профнепригодности начальника управления ФСБ РФ по Томской области Юрия Никитина, допустившего обращение к журналистам ТВ-2 ополченцев из Томска, едущих воевать в Луганск. То, что сообщили эти ополченцы съемочной группы Юлии Корневой, и сам факт организованной отправки из России в Украину отряды, едущих воевать, в Корне противоречило официальной позиции МИД РФ, Министерства иностранных дел Российской Федерации. Активизация у ФСБ РФ по Томской области в лице майора Нечаева АА началась 13 января 2015 года. Акт исследования предметов, том 1, лист 8-10. Что однозначно свидетельствует о том, что именно видеоролик про махинацию в сфере маршрутных перевозок в Томске задел Юлия Никитина за живое. Именно ролик «15.01.2015. День народного гнева в Томске против беспредела чиновников и маршрутников» стал поводом для возбуждения у ФСБ первого уголовного дела против меня. Таким образом, ответ на вопрос, куда уходят деньги от маршрутных автоперевозок в Томске, можно считать полученным. Данный ролик находился в сети интернет около суток. Мероприятие «Сход» было отменено мной по личным соображениям. Я считаю, что тема Украины, жителей Донецкой и Луганской областей в Томске, использовалась Томским управлением ФСБ как шумовое прикрытие и одновременно как способ отсечь потенциальную общественную поддержку у неуголнованного блогера Тюменцева. Я делал рискованные заявления о гражданской ответственности переселенцев из Донбасса в Россию в разгар массовой уропатриотической истерии в России. Итак, совпало три фактора. Личный, экономический и политический. Считаю возможным, что налет по ФСБ, управление ФСБ Российской Федерации по Томской области на квартиру, где я живу, был связан с проживанием в соседней комнате Станислава Меглюкова, известного томского журналиста. Мы просто стали слишком влиятельны в интернете, нас противопоставили друг другу и за 11 суток между обыском и моим возвращением в Томск с украинской границы, где мне было отказано в политическом убежище. В интернете так и не появилось ни одной правдивой публикации об обыске 16 февраля 2015 года и уголовном деле против меня. Операция ФСБ по зачистке Томска от неподконтрольных им центров влияния, казалось, была с успехом завершена. Я отказался принять этот факт и по возвращению в Томск начал информационное сопротивление, так как в моих действиях, в том, в чем меня обвиняли, не было состава преступления и виновным я себя не считал. И тогда мной был поднят вопрос о коррупции в прокуратуре и ФСБ Российской Федерации по Томской области. Я опубликовал обращение к президенту Российской Федерации Путину и через две недели был посажен в СИЗО. Обращение в связи с прямой линией было отправлено на сайты президента Российской Федерации 14 и 15 апреля 2015 года под названием «Блогер из Томска Тюменцев спросил президента РФ Путина, до каких пор томские чиновники будут воровать, а прокуратура и ФСБ их крышевать». Следующий раздел. Итак, в чем меня обвиняют? По украинской теме. Возмещение в интернете материалов экстремистского характера – это все из обвинительного заключения. Материалов экстремистского характера, высказываний, унижающих человеческое достоинство, содержащих высказывания побудительного характера, призывающих одну группу лиц к рожденным действиям против другой группы лиц. Это по части первой статьи 282. И по части второй статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации в призывах возбуждать социальную и национальную рознь между гражданами России и гражданами, гражданами Российской Федерации и гражданами, проживавшими на территориях Луганской области ЛНР Украины и Донецкой области ДНР Украины, получившими статус беженцев в Российской Федерации, в призывах пропагандировать неполноценность последних по признаку их социальной, национальной и языковой принадлежности. Считаю, что предъявленные мне обвинения психически здоровый человек составить не мог. Российская Федерация под руководством Путина и других патриотических олигархов захватила часть территории соседнего русского государства, стравила русских между собой и по телевизору сообщила, почему аннексия Крыма называется «Русской весной», о развязывании войны на Донбассе хитрым планом. Очень много слов по центральным каналам РОС-ТВ было сказано в адрес украинских фашистов, укропов, укров, бандерлогов. Горячая поддержка по тем же центральным каналам российского телевидения была оказана членом украинского милицейского спецназа БЕРБ из Крыма, расстреливавшим демонстраторов на майдане незалежности. В порядке части 3 ст. 243 я возражаю. Я считаю, что данный момент имеет отношение к предъявленному мне обвинению, к уголовному делу в целом, в связи с тем, что я сейчас говорю о том, что мне-то разжигать уже ничего не приходилось, потому что все было разжено без меня. Это возражения были. Тепло встретила Россия и первого беженца из Украины, Виктора Федоровича Януковича. Россия с первого дня восстания в Киеве 22 февраля 2014 года начала информационную войну против трезвой оценки произошедших событий. Именно после действия российской армии в Крыму и учений вблизи с границей. Я, может, вас останавливаю и указываю вам на то, что вы не вправе касаться обстоятельств, которые не имеют отношения к рассматриваемому делу. Выступить вы вправе в последнем слове в рамках предъявленного вам обвинения по доказательствам, которые суду были представлены. Дать им оценку и высказать свое мнение. Именно в рамках предъявленного обвинения продолжайте свое выступление. Убедительные просьбы принять во внимание то, на что вам указывает председательствующая. В порядке части 3 статьи 243 я возражаю и на это замечание. Потому что считаю, так как я выезжал на границу в то время, чтобы разобраться в ситуации в текущей, что эти данные как раз об этом же периоде времени очень, так сказать, относятся к тому делу, о котором я говорю. Я говорю о том, что была информационная война и то, что фактические данные, то есть реальность, она была сильно искажена. И большинство людей, то, что я говорю, они могут даже этого не понимать, потому что они видели другую реальность, которую мы показывали по телевизору. Я говорю о том, что я не мог ничего разжечь, потому что уже фактически произошел к тому времени раскол. То есть этот раскол делался с помощью телевидения, с помощью развязывания информационной войны. И нас стравливали, стравливали граждане России и граждане Украины. И раскол этот фронт проходил внутри каждой страны. То есть внутри каждой русской страны, внутри России и внутри Украины. То есть разделяя властвы, реализовывался принцип. И произошло по обе стороны российско-украинской границы. Русский мир раскололился на несколько непримиримых, враждебных друг другу лагерей. Ситуация усугубилась последующим вступлением в информационную телевойну и Украину. В результате, прежде всего, действий российской страны между простыми людьми была распалена ненависть по признаку телевизора, по признаку русской весны, ура патриотической телеистерии, охватившей Россию в связи с присоединением небольшой по сравнению с утратой Украины на территории Крыма. Родственники, друзья, коллеги, смотрящие разные каналы телевидения, одни российские, другие украинские, стали чужими, непонятными друг к другу. Произошел раскол между гражданами Украины и России, а также внутри наших стран. Число жертв Донбайской войны к настоящему времени уже идет на десятки тысяч нас. Я просто физически, даже будучи известным в Томске, в Томской области блогером, не мог бы развязать ни информационной телевойны, ни братоубийственной войны на Донбассе. У меня даже близко нет таких возможностей, которые есть у Путина и других российских олигархов. Президент Российской Федерации Путин решил, видимо, поделиться со мной своей ответственностью за его призывы по российскому телевидению, чтобы дезертировались в украинской армии парни-новобранцы в Россию и чтобы приезжали сюда все желающие, так как в России зарплаты и пенсии в разы больше, чем в Украине. Призыв Путина был услышан. В своем видеоролике жителей Донецка и Луганской властей вон из Томска я, к сожалению, довольно сбивчиво, чрезмерно эмоционально, терминологически не выдержанно, логически, непоследовательно и несколько заносчиво пытался сформулировать естественную для любого честного человека гражданскую позицию. Моя гражданская позиция основана на моем прошлом, когда в 2004 году я жил и работал в Украине, на стройках Одессы, раздельного, был на заработках в Симферополе и за две недели до событий октября 2004 года в Киеве вернулся в Россию. Я знаю о достоинствах и недостатках тех парней из Центральной Украины, которые были со мной в одной бригаде, с которой мне доводилось вести горячие споры о прошлом нашей Родины и будущем наших стран. Вова, Игорь, Толик, бригадиром был Виктор. И я знаю, что они не фашисты. Также я знаю, что жители Крыма страстно хотели вернуться в состав той России, которую они помнили и о которой они ностальгировали. И это еще в 2004 году. Мальчишки в Симферополе мыли авто. Если украинские номера, одна цена, если российские, двойная. У россиян денег много. И это было отражением общей позиции взрослых. Россия, это выгодно. И, к сожалению, именно потребительский подход взял верх над чувствами нашего глубокого русского родства и общности прошлого. И против этого потребительства, против гражданской трусости жителей Донбасса, я и высказался в своем ролике. Ни жителям Крыма, ни жителям Донбасса в подавляющем большинстве, то есть ни жители Крыма, ни жители Донбасса в подавляющем большинстве не сделали ничего реального, чтобы их регионы вошли в состав Российской Федерации. Даже если оценивать события в феврале-апреле 2014 года с позиции высказанных. На Донбассе не было восстания, несмотря на тональность новостных сюжетов первого канала российского телевидения, писавшего альтернативную историю. Провально шли и мобилизации, пророссийское ополчение. Не было и единой позиции по организации будущего своего региона. Вместе с Украиной, отдельно или вместе с Россией. Дальше повязывание георгиевских леточек в дело не шло. По признанию экс-министра обороны Донецкой народной непризнанной республики Стрелкова, настоящее имя Георгиевна... ...посудимый, вы вновь касаетесь обстоятельств, которые имеют отношение к настоящему уголовному делу. И в последние условия вы впроизжившие только по предъявленному вам обвинению. В порядке части 3 ст. 243 я возражаю, потому что в последнем условии, я сейчас говорю по памяти, я праве высказаться не только по предъявленному мне обвинению, а и я праве говорить по всему уголовному делу. Откройте стопию, посмотрите. Подсудимый, я делаю вам замечание за то, что вы даете указание на председательство. И напоминаю вам о недопустимости такого поведения в дальнейшем. Продолжайте свое выступление, однако не касайтесь тех обстоятельств, которые имеют отношения к данному уголовному делу. И зачитывать статьи председательствующего не следует из уголовного кодекса. Продолжайте, пожалуйста, свое выступление. Смысл того, о чем я говорю, выключается в следующем. Что жители ни Крыма, ни Донбасса не сделали ничего такого, чтобы войти в состав России. Это сделали силовики, российские силовики, которые находились в Крыму. Это было нож в спину Украины. Там находились наши базы. И они захватывали братское государство. Подсудимый, суд вынужден вас остановить, поскольку вы вновь касаетесь обстоятельств, которые не имеют отношения к настоящему уголовному делу. Не является и не было это предметом судебного разбирательства. Чему даете вы сейчас акцент? Я возражаю в порядке части третьей статьи 243, так как подсудимый я. И мне решать, какими словами мне защищаться. Самоорганизация граждан носила ограниченный характер и не играла в этих событиях решающей роли. Ни в Крыму, ни на Донбассе не было восстаний с целью присоединения этих регионов к России, несмотря на обратную картину, которую демонстрировала российская телевидение. Было совсем другое. Преимущественно выжидательная позиция граждан Украины. Государственные или частные российские войска, референдумы, размахивания... Подсудимый, я указываю вам недопустимость акценту поведения в дальнейшем. Суд вас останавливает, указывает вам, что вы касаетесь обстоятельств, которые не имеют отношения к рассматриваемому делу. Вы продолжаете это делать. В порядке части третьей статьи 243 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации я возражаю, потому что это мое право защищаться так, как я хочу защищаться. И то, что я говорю, относится к уголовному делу, в том числе и к выдвинутым против меня обвинениям. Если я немножко шире беру, чем обвинениям, это мое право. То есть я защищаюсь по уголовному делу. Утоги референдумов не признаны. В связи с этим в видеоролике жителей Донецка и Луганской областей и Луны Стомска я контрил свою позицию. Первое. 11 мая 2014 года на подконтрольных ФСБ РФ в территориях Донецкой и Луганской области Украины состоялись референдумы о выходе этих регионов из состава Украины. Второе. Многие граждане Украины приняли участие в этих сомнительных законностей референдумах и в подавляющем большинстве проголосовали за выход ЛНР по Луганской народной республике и ДНР из состава Украины, что предопределило войну на Донбассе. Третье. От последствий своего решения войны примерно каждый двадцатый житель предпочел уехать в Россию. И только примерно каждый двухсотый житель Донецкой и Луганской областей взял в руки оружие, чтобы отстоять свой гражданский выбор, сделанный на эферендуме 11 мая 2014 года. Разница между числом переселенцев и числом местных ополченцев больше, чем в 10 раз составляет пользу уезжающих в Россию. Часть из тех, кто остался ждать российскую армию, приняла участие в довольно кровожадном шоу в так называемом Народном суде над двумя ополченцами в городе Алчевске, Луганской области. Другая часть оставшихся требовала от руководства ополченцев поделиться с ними двумя командами денег, якобы доставленных из России в Янакиево. Видеорит называется «Бабий бунт Янакиево». Те же жители Луганской и Донецкой народных и непризнанных республик, которые жители под предлогом развязанной при их же участии в войне, приехали в Россию и в Томск в том числе, имели те же самые наивные потребительские настроения, против которых настроение я и в Северном суде. Тоже спонтанно выступал. Чтобы разместить этих людей под крышей, томские власти не нашли ничего лучшего, как выселить студентов из общежития Томского политехнического университета по адресу город Томск, проспект Кирова, дом 4. Свою позицию в ролике жителей Донецкой и Луганской области Илоны Стомска мне сформулировать не удалось, но прозвучала юридическая формулировка об измене родины. Да, я считаю подавляющую часть переселенцев изменниками своей родины, изменниками своему выбору. Меня пытаются обвинять в том, что я действовал на почве неприязни к беженцам, по признаку социальной, национальной, языковой принадлежности. Это не так. Я просто делился своим мнением о переселенцах, ошибочно сбиваясь на термин беженца, так как беженцы в Россию еще не приехали. У меня накипело, и я поделился с людьми своей тревогой по поводу культивации в России примитивно-патриотической и потребительско-обывательской позиции. Действительно, я считаю обывателем неполноценными гражданами любой страны, так же, как и изменников родины. Даже несмотря на заверения по российскому телевидению, что если чья-то изменяя родину 7 минут выгодна России, то это хорошо. Я считаю, что это плохо. Это мое мнение. Претензии гособвинения по поводу национальной, языковой, социальной дискриминации мною переселенцев из Украины несостоятельны, ибо их язык, национальность, социальное положение ничем не отличаются от моего. Я русский и такой же иностранец в собственной стране, как и они в моей. Только мне не откуда ждать белого КамАЗа с деньгами и гуманитарной помощью. Я, как и еще 30 миллионов моих соотечественников, живу за порогом нищеты и зарабатываю деньги своим трудом. И с их приездом мне стало значительно труднее выживать. В обвинительном заключении содержатся строки о том, что я полагаю, что, эта цитата уже идет, что указанные граждане являются изменниками своей Родины Украины и предусмотренные Конституцией Российской Федерации общепризнанными принципами и нормами международного права и их экономические, социальные и правовые гарантии не принадлежат обеспечению Российской Федерации. Конец цитаты. Это не так. Кроме тезиса об измене Родины. Однако я полагаю, что реализация прав иностранных граждан не может быть для российских властей приоритетнее реализации прав граждан России или осуществляться ей в ущерб. Предъявленные мне обвинения свидетельствуют о дискриминации граждан России Российской Федерации по признаку российского гражданства. Все сказанное не отменяет возможности предоставления убежища на территории материковой России тем жителям Крыма, которые в случае дальнейшего нарастания военно-политической напряженности в регионе по состоянию здоровья или в связи с возрастом не способны деятельно отстаивать свой выбор о присоединении полуострова к России. То же самое следует сказать и про Донбасс. При проведении вооруженными силами Украины зачисток от пророссийских сепаратистов на территории Донбасса можно будет обоснованно говорить о беженцах в России, а не в экономических переселенцах, так как опыт антитеррористической операции России в Сеченской Республике в начале 2000-х годов дает представление о печальных последствиях для сепаратистов и им сочувствующих. В настоящее время территории непризнанных республик Донецка и Луганска контролируются формально их независимыми ни от кого руководством. Угрозы тотального уничтожения нет. В Донбассе действует затяжное перемирие, Минские соглашения длящиеся уже около года. Также они согласны с предъявленными мне, спрек, я для ЕМИМИН, мне, следователям и прокурорам обвинениями, так как сам текст обвинительного заключения содержит, по моему мнению, признаки преступления, связанного с одобрением сепаратизма. В обвинительном заключении по обвинению меня в совершении преступления по части 1 статьи 282 и по части 2 статьи 280 УК РФ в черном по белому написано о несогласии мигрантов из Донецкой и Луганской области Украины в Россию, цитирую, сочисляемой политической деятельностью руководства Украины, ущемляющей, нарушающей их права и свободой человека и гражданина. Также в обвинительном заключении сообщается, что данные граждане покинули места своего жительства и получили статус беженцев Российской Федерации в связи с их территориальным, национальным происхождением, языком и отношением социальной группы по признаку политических убеждений. В чем проявилось единство социальной группы по признаку политических убеждений? В участии в референдумах 11 мая 2014 года о выходе Луганской народной и о выходе Донецкой народной непризнанной республики состава Украины с юридической точки зрения государство Украины имеет право бороться за свою территориальную целостность и противодействие донбасскому сепаратизму. И с этой точки зрения признак политических убеждений участников референдумов за отделение от Украины, может рассматриваться Украиной как повод для уголовного преследования своих граждан. По моему мнению, Российская Федерация сама имеет достаточные территории, которые потенциально при поддержке извне могут самоопределиться. В Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года предусмотрено, что терроризм, сепаратизм и экстремизм вне зависимости от их мотивов не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. Это артифицированный документ Российской Федерации. Поэтому политическая дискуссия в рамках предъявленных мне обвинений не только неуместна, но и незаконна. Посредством одобрения сепаратизма в Украине следователи и гособвинители предъявляют мне уголовные претензии в экстремизме. Кроме того, говоря о выговорении переселенцев с территории России, я имел ввиду не акт агрессии против них, а юридическую процедуру референдум о выговорении. И то это, опять же, было спонтанно. И в ролике до конца не было это проговорено. И это подтверждается отсутствием с моей стороны призыва к насильственным действиям по отношению к переселенцам в Донбассе, что в свою очередь дало возможность правозащитному центру Мемориал признать меня политическим заключенным, а объем обвинений против меня необоснованно увеличенным по политическим мотивам. Отмечу, что не я, а Путин развязал войну на Донбассе, что деление на лагеря на этой войне идет еще по более туманным критериям, чем те, по которым сформулированы обвинения против меня. И что простые люди по указке олигархов стреляют друг в друга и заложены понятые идеи национальной идентичности. Другие простые люди предпочитают уходить на территории государства агрессора и говорить, что от них ничего не зависит. Но если бы не зависело, то олигархи нас бы и не стравливали между собой. Даже мое личное гражданское сопротивление на информационном фронте и срежиссированном ФСБ судебном процессе вело узурпатору ступор, ибо сопротивление граждан не предусмотрено коррупционной матрицей. Люди могут все, если они граждане, а не рабы, закостеневшие в своем ущербном прагматизме. В этом судебном процессе по законным жанрам не отведена роль статиста, который должен оправдываться, а не заявлять о своей гражданской позиции. А какая роль отведена простым гражданам России, которых не спросили на референдуме об их мнении о присоединении Крыма и неприсоединении Донбасса, но обязали платить и за то, и за другое? В чем меня обвиняют в связи с публикацией мной на ютубе видеоролика «15.01.2015. День народного гнева в Томске против беспредела чиновников и маршрутников?» В том, что у меня, по версии обвинителей, была цель публичного унижения достоинства человека и возбуждения у широкого неопределенного круга лиц ненависти и вражды к действующей власти. А это не соответствует действительности. Согласно международным нормам, пределы критики в отношении политиков и официальных лиц шире, чем в отношении простых граждан. Что касается возбуждения ненависти и вражды к представителям власти, то с этой задачей они и сами неплохо справляются без моей помощи. Какие фразы мы не инкриминируем? В отношении президента РФ Путина «Будь он трижды не лагнет». В России ездят автомобили с наклейками «Обама-обезьяна». По центральным каналам транслируется непристойная трансформация фамилии премьер-министра Украины Арсения Яценюка. И в это же время угодливые спецслужбисты делают упор на недопустимости критики приватизированной ими власти негативного отношения к ее представителям. Уже само по себе негативное отношение к представителям власти в Российской Федерации рассматривается как признак преступления. После этого Путин, как ни в чем не бывало, говорит о том, что Россия демократическое государство. Еще меня обвиняют в том, что я не только умизил достоинство и возбудил ненависть губернатора Томской области Жвачкина и мэра города Томска Кляйнов как социальной группе по признаку принадлежности к органам власти, но еще и сделал стиры, не обоснованно придерживаясь идей об использовании всей действующей власти Российской Федерации и своих полномочий только в личных интересах и об антинародном характере ее деятельности. Конец цитата. Даже эта фраза из текста обвинения надежно поддержана, не согласована. Кто кого использует, непонятно. Если подержи вникать, совершенно непонятный смысл фразы. Это обвинение по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Несомненно, что лица, присвоившие себе власть в России, находятся на полпути к тому, чтобы передавать ее по наследству. Заботятся исключительно о своих клановых и личных интересах. Играют на разобщение и деградацию граждан России. Проводят политику геноцида, удвоенными темпами уничтожая мужское население страны. Геноцид коренного населения России доказан данными Росстата. Уболь населения за период с 2000 по 2014 год составила 7,5 миллионов человек. Такая власть не может быть народной. По части 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации меня обвиняют в том, что я действовал с целью склонения широкого неопределенного круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности против действующей власти и побуждения к ее свержению на автобусной остановке в Томске. Также по части 2 статьи 280 меня обвиняют в том, что я публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности воспрепятствия нее законной деятельности государственных органов органов местного самоуправления соединенному с насилием и угрозами его применения. На самом деле, это ясно из титров ролика, речь шла о проведении мирного схода граждан в центре Томска с целью довести информацию до президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации о том, что в Томске незаконно повышена оплата за проезд в частном и муниципальном транспорте, что в связи со включенностью в коррупционную структуру контролирующих органов власти в регионе нет иной возможности быть услышанным, кроме как выйти на мирный митинг. Также попутно в ролике сообщалось, что губернатор Жвачкин недофинансировал медицину в Томской области на 2,3 миллиарда рублей в период с 2013 по 2015 годы, что доказано Верховным суде Российской Федерации депутатом Казаковым и его помощником Волковым. Да, мирный митинг анонсировался как несогласованный, но есть что-то глубоко унизительное в том, чтобы, когда тебя душат, спрашивать у того, кто душит, разрешение позвать прохожих на помощь. Угрозы в адрес режима носят предположительный, а не безусловный характер. Мирная акция протеста была отменена мной на следующий день после ее анонсирования, а ролик о ней удален. В замену был записан другой ролик и выложен в интернет о том, что назначенный на 15 января 2015 года сход в центре Томска не состоится. Причиной отмены мероприятия стало непонимание для мечами цели предполагаемого митинга. То есть меня судят за предполагаемый митинг, что я его собирался провести. Ведь проезд подорожал незначительно с 15 до 17 рублей по мнению Томичей на маршрутках участников с 10 до 15 на муниципальном транспорте трамваях и троллейбусах. Высказывались мнения, что просто нужно больше работать или больше зарабатывать, а не заниматься всякой ерундой по разоблачению коррупционной инициативы мэра города Томска Ивана Кляйна о повышении тарифов на проезд в городском транспорте. Представители федеральной власти тоже встали на защиту местной коррупции от противоправных разоблачений и возбудили против меня уголовное дело. Тем самым государственная безопасность продемонстрировала, что стоит на страже частных коррупционных интересов. На обращении к президенту Российской Федерации по поводу коррупции в регионе тоже вскоре последовала реакция. Меня посадили в СИЗО. Виновна в себя ни по одному из предъявленных мне обвинений не признаю. Считаю, что в моих действиях отсутствует состав преступления. Обвинения строятся на лингвистической экспертизе том 1 лист 175-190 и справки об исследовании номер 2 том 1 лист 27-47 а также на явки с повинной том 2 лист 56-59 но без ссылки на протокол допроса обвиняемого том 2 лист 177-181. Лингвистическая экспертиза она же заключения эксперта номер 18 от 8 мая 2015 года несостоятельна по двум причинам она безграмотна это первая причина и вторая она тенденциозна в интерпретации видеоролики были сняты без предварительной подготовки спонтанно этим и объясняется их повышенная эмоциональность эксперт экспертно-криминалистического центра ОМВД РФ потомской области Каткова составившая справку об исследовании номер 2 а на ее основе лингвистическую экспертизу интерпретировала ряд высказываний вырванных ею из контекста с искажением их смысла что подтверждается показаниями свидетелей Иванова Дорошиной Чернышовой которые не услышали в них призывы к противоправным действиям и восприняли ролики нейтрально прогноз по спорам исторически неизбежным крушения коррупционного режима в России эта власть должна пасть эксперт Каткова трактует как призыв к свержению власти экспрессивное выражение поставить к стенке понимается Катковой исключительно как расстрел эксперт Каткова и в справке об исследовании номер два и в лингвистической экспертизе удаляет вопрос исследователей сама ставит перед собой новый вопрос по поводу исследований и сама же на них отвечает в обоих исследованиях где речь заходит об отъезде украинских переселенцев обратно вместо слова поедите эксперт Каткова пишет слово поедите имеющее значение приема пищи ребята дуйте туда не поедите поможет это фраза из экспертизы из текста экспертизы которая там повторяется неоднократно это продолжение перекусить неоднократно воспроизводится в лингвистической экспертизе как аргумент в пользу наличия языка ненависти и вражды в исследуемых ей текстах к сожалению судья Галюдинова отклонила несколько ходатайств как о допросе эксперта Катковой в ходе судебного заседания так и о проведении новой лингвистической а также психолого лингвистической экспертизы по этой причине ни у меня ни у адвоката Власова не было возможности задать вопросы эксперту Катковой сообщая что показания в виде ядки сполинной от 16 февраля 2015 года были получены путем шантажа со стороны сотрудников управления ФСБ Российской Федерации по Томской области в том числе Артема предположительно Мечаев АА или я пишу явку или меня прямо сейчас садят в сезон допрос в качестве подозреваемого от 16 февраля 2015 года и допрос в качестве обвиняемого от 16 февраля 2015 года не проводился передо мной просто положили листы готовых допросов с одинаковым печатным текстом который я тоже был вынужден подписать в избежание посадки в СИЗО в данных идентичных друг другу текстах протоколов допросов подозреваемого и обвиняемого содержалась искаженная информация из явки сполинной дополненная показаниями следователя следственного комитета и его коллег из ФСБ в ходе обыска 16 февраля 2015 года в квартире где я проживал на тот момент в квартире где я проживал на тот момент еще с двумя квартирантами были изъяты 4 компьютера все записаны в протокол обыска как мои один из них позже без моего согласия возвращен к квартиранту Микрюкову 3 ноутбука и 1 системный блок из этих 4 компьютеров изъятие проводилось без участия специалистов нарушений части 9.1 статьи 182 УПК РФ впоследствии были исследованы два ноутбука о чем составлены соответствующие протоколы еще один ноутбук и системный блок исследованы не были ни один из 16 пунктов протокола осмотра предметов от 25 июня 2015 года не свидетельствует что исследуемый жесткий диск принадлежит моему ноутбуку кроме того протокол осмотра предметов от 25 июня 2015 года составлялся непрерывно в течение 20 суток как это следует из его датировки с 5 по 25 июня при этом присутствовали специалисты Маргуненко следователь двое понятых эта фельдкина грамота также была положена в основу обвинения ни специалисты техники первой категории Маргуненко ни профессиональных понятых практикантов следственного комитета участвовавших в долгом десятке следственных действий суде допросить не удалось по причине отказа судей Галюдиновой удовлетворить ходатайство о вызове этих лиц суд хочу сказать пару слов и о самом суде надо мной его не было все происходящее включая удаление меня из зала суда беспричинно на стадии судебного следствия вплоть до последнего слова я воспринимаю как издевательство над здравым смыслом и законом как яркий образец независимости российских судей от всего даже от закона на следствии использовался прием затягивания времени создание ситуации длительного ожидания с последующим форсированием событий этот же прием использовался на суде против слушателей интервал между заседаниями иногда составлял всего сутки а иногда достигал трех недель с последующим отложением процесса еще на 10 дней с нами играли каждый раз я считаю пробовали применять новый прием в ход даже шли как бы случайные опоздания доставки подсудимого судебного заседания до полутора часов таким образом слушателям давали понять что это присутствие на судебном процессе нежелательно но и это не помогло чтобы вынести обвинительный приговор потребовалось просто лишить меня возможности защищаться и судья Галюдинова просто без всякой на то причины прикрываясь надуманными надуманным перебиваниями соблюдением правил и порядка в ходе судебного заседания удалила меня а суд продолжил мое отсутствие я понимаю что в это трудно поверить но это правда и люди томские ученые журналисты те кто меня знает друзья знакомые которые пришли меня поддержать подтвердят что так оно и было поэтому я и говорю что суда не было и следствия тоже не было а было только указание начальника управления ФСБ Российской Федерации по Томской области этого посадить ни в чем не повинные и ни к чему не как частные исполнители сделали все что от них требовалось работа у них такая а сексоты поработали за бесплатно отрабатывая ранее оказыванные им спецслужбами услуги и авансам на будущее и только общественная поддержка показала всю подлость этой системы всю надуманность обвинений и все лицемерие суда который планировался как тайны от общества закрытые под предлогом врачебной тайны о моем психическом здоровье но то ли здоровье оказалось не таким уж психическим то ли тайны не такой уж врачебной то ли кто-то на кого на кого-то косо посмотрел но суд прошел в открытом режиме поэтому вся ложь лежит на поверхности спасибо моим друзьям за поддержку и общественный резонанс теперь же я выяснил я расскажу немного с опорой на документы о том как выросло это уголовное дело из трех бумажек бумажных ум из четырех томов сейчас я подпишу и прошу прояснить вреда действительное заявление идеалом уголовного дела дальше я продолжу выяснить в форме обладать то что я хочу сказать 7.29.12.2012.2015 в моих руках книжка изданная детской литературой издательством детской литературы в Москве в 76-м году это стихи Пушкина там такие сроки есть тираны мира трепещите а вы мужайтесь им не мните восстаньте падшие рабы это детям разрешали в советское время читать это читали в салонах это Пушкин написал 18 лет в салонах в 19-м веке читали это не было экстремизма до чего мы докатились самовластительный злодей тебя твой трон я ненавижу твою погибель смерть детей жестокой радостью вижу читаю в твоем челе печать проклятия народа ты ужас мира стыд природы упрек ты богу на земле эти стихи читали в 19-м веке читали в 20-м веке то что я написал вот эти ролики это даже не то что написал Пушкин у него здесь прямой призыв можно усмотреть к насилию то есть все это говорит о том что система очень сильно стала реакционной далее мне хотелось бы обратить внимание на два даже на три момента собственно с чего вообще все это началось это чуть позже есть три вещи которые были нужны следователям нужны суду для того чтобы заставить меня вообще молчать это данные свидетелей в рационале Крова о митинге поднялся вопрос неожиданно в 2015 году о митинге 2010 года который казалось бы никакого отношения к данному делу не имел тем не менее этот вопрос был поднят когда я задавал вопросы безусловно все эти вопросы отметались как не имеющие отношения к предмету доказывания к самому уголовному делу предъявленным обвинением когда я задавал вопросы прокурор на эти вопросы давались ответы так как считал что давались свидетелям суд не прерывал прокурора когда был сейчас другой прокурор не тот который сейчас женщина была вот Мартынова по-моему фамилия так ее поэтому я хочу сказать что вся вот эта натянутость обвинения они пытались чем-то чем подтвердить можно было начали накачивать вот этот воздух откуда взялся материал вообще про этот митинг это была характеристика от начальника ФСБ который передал запросу следователя захожих ее ему и вместе с этой характеристикой передал вот эти данные о митингах постановление о назначении штрафов постановление о привлечении к административной ответственности 5 лет назад которые каким-то образом хотели обосновать это дело точно так же можно было посмотреть и митинг который проходил в 2006 году 8 апреля был разогнан в преддверии приезда Ангела Меркель канцлера Германии в Томск но этих материалов смотреть не стали тоже можно было положить в основу сказать вот видите как последовательно он себя вел неправильным образом является непримиримым противником любой власти его нужно посадить хотя там была чистая административка но этот вопрос они не подняли ФСБ не стало поднимать эти материалы потому что они касаются международных отношений тогда приезжал и Путин это первый момент касающийся митинга второй момент это конечно психолого-психиатрическая экспертиза пытались сказать ну вот человек видит он наверное не вполне здоров он психически неадекватен вот есть много документов к сожалению опять же в материалах дела отсутствуют документы которые бы подтверждали законность получения моих данных из Северска которые были переданы в Томско-областную психбольницу которая находится в Сосновом Бару то есть запросы есть а самой формы передачи нет то есть эти данные получаются тоже незаконны ну в общем-то это на самом деле не важно потому что я себя психом не считаю но важно здесь другое с помощью вот этого хотели сделать процесс закрытым и сказать что мы не можем разглашать врачебную тайну поэтому поэтому будет вот все все тихо третий момент он строится на том что с компьютерами пытались грубо говоря взять макушку с компьютерами это восстановление протокола осмотра 25 июня где сидели смеющиеся практиканты в течение 20 дней хотя это незаконно все что они делали потому что надо было отмечать когда осуществляется перерыв и так далее и сидели и просто сбухивали разный текст то что они нашли на компьютере однако весь этот текст который они нашли и все вот как они называют доказательства они даже эти доказательства ничего не доказывают потому что они не доказывают что этот компьютер был моим потому что все то что они как я могу судить то что они указывают эти материалы они находятся в интернете в открытом доступе Два компьютера не осмотрены, один возвращен. Протокол осмотра возвращенного компьютера. Текст примерно такой. Ну, не точное цитирование. Значит, роликов Тюменцева и других экстремистских материалов не обнаружено. Какой вывод можно сделать? Что обнаружение роликов Тюменцева это равносильно обнаружению экстремистских материалов. То есть все, что Тюменцев не сделает, это экстремизм. Такая установка была дана, видимо, этим практикантам и исследователям Занепровскому. Кроме того, надо сказать, что эта установка шла с самого начала. Когда дела объединяли, когда их передавали, там все время вот этот обвинительный клон. С такой-то целью, мои цели все были изначально известны, что я делал с целью разжигания ненависти, розни. Изначально было известно, что я хотел призывы осуществить какие-то там и просто в Томске свергнуть российскую власть. Примерно так это подавалось. Изначально говорилось, что я уже совершил преступление, потому что когда передавал Кошкин, объединял уголовные дела, передавал захожих. Это все в материалах дела есть. Значит, он пишет, так как Тюменцев совершил два преступления, объединить их в одно. Суда не было, ничего не было. Но более того, здесь оглашался в ходе судебного заседания документ, как принималось решение об обыске судей Сибовой, заместителем председателя Кировского районного суда города Томска, где мы находимся. Перед ней просто выложили какие-то бумаги очень сомнительного характера, если разбирать каждое. Я разбирал, но мои жалобы никто не смотрел здесь. В общем, смысл этого решения в том, что на основании недостоверных данных она принимает решение и тоже пишет, что я совершал свои действия с такой-то целью. То есть, мои цели были установлены заблаговременно, а обыск и допрос, они по времени, точнее сказать так, обыск и явка с повинной, они состоялись в один день. То есть, это было 16 февраля 2015 года. А решение, было принято решение об обыске 5 февраля. То есть, за 9, там сколько, даже за 10 получается, 10-11 дней до обыска уже было известно судье Сибовой о том, что какие у меня цели. Меня никто не спрашивал, я даже не знал, что уголовное дело возбуждено. Не предполагал. Так, чем? Пара слов о том, как вообще это все было организовано. Пришли домой, вошли в квартиру Армана, я спал в это время, постучал на криков, сказал, открой дверь. Я слышал, что кто-то прошел полную яму, не устроил, что тут, как это, думаю, так делают. Я говорю, зачем? Я понял, что что-то не так. Думал, может, кого-то затопили или нас кто-то затопил. Говорит, надо. Я открыл, обрываются, руки скручивают за спиной. Вообще, в чем причина? Потом, говорит, ты не будешь сопротивляться. Там у меня пена из-за рта чуть не пошла, напрыгнули трое здоровенных детинов в камуфляже. Значит, никакой необходимости на меня бросаться не было. Я был не вооружен, я только проснулся. И вообще меня обвиняют в том, что я ролики в интернете разместил. Значит, действовали прямо как будто здесь какой-то террорист находится. Постановление под нос, подписал там 8.55, по-моему, по времени. Значит, постановление об обыске. Хватали все. И потом это все легло в основу обвинения. Схватили книги про Махнов. Так, все. Да, я не буду просто так говорить, а с опорами на текст. Вот, выступил Натанович. Потом это все легло в обвинительное заключение. Вот это вещественное доказательство по уголовному делу. То есть то, что признано вещественными доказательствами. Договор об оказании услуг связи. Там еще можно допустить. Конверты в количестве 21 штука. Комплекты связи, квитанции, сим-карты, листы бумаги, карты оплаты Теледва. Публичный договор об оказании услуг связи. Стандартная батарея Самсунг. Визитные карточки в количестве 113 штук. Чеки в количестве 44 штук. Обложки для паспорта. Обложка порвана на изгибе. Карты клиента на имя Тюменцева ВВ. Последние 4. Цифры такие-то. Временный читательский билет ТГУ на имя Тюменцева. Запись к узкому специалисту, участковому терапевту. Вызов врача на дом. Марки в количестве 6 штук. Читательский билет Томской областной универсальной научной библиотеки Пушкина на имя Тюменцева. Календари в количестве 3 штук. Редакционное удостоверение такое-то. Открепительное удостоверение такое-то на выборы президента Российской Федерации на имя Тюменцева Вадима Викторовича. То есть я наблюдательный был. Направление на госпитализацию в кожного геологического диспансера. Я вот здесь чуть подробнее остановлюсь. Они вот эти бумажки все собирали, чтобы доказать мою глубокую порочность человеческую. Пытались построить эту линию. Я пришел с герпесом, мне сказали только на госпитализацию. На пальце герпес. Я не знаю, что это такое. Мне надо консультацию получить. Нет, мы не консультируем. Только на госпитализацию. Выписывай. Ну, выписывайте. Что это такое у меня? Пошел на госпитализацию. У тебя герпес. Прими такие-то таблетки. А, ну я пошел. Ну и давай идти. И вот эти бумажки, они все собирают, чтобы доказать, что это половой распущенность там или еще что-то там. В таком духе. Это видно из самого текста исследования компьютера. Понятно, что они искали. То есть они хотели найти что-то такое, чтобы общество оттолкнуть и сказать, вот, посмотрите, кто он мерзавец. Ну, как бы, это больше характеризует следователя, на мой взгляд. И я еще, вот хочу сказать. Дело против меня фабриковалось по тем же шаблонам, по которым фабриковались дела против педофилов. То есть люди их на улице хватали, также прессинг устраивали, выбивали какие-то показания, потом ловили на противоречиях и на 15 лет закрывали. Это вот я говорю про Петухова. В частности, в деревне вот этот случай был. То есть получается, что никакого права на них нет. И они по этой же шкале сейчас начинают работать по экстремистам. Нахватать как можно больше всего чего угодно. Пытаться человека сказать, ну, ты какой-то порочник, кто тебя поддерживает будет. И дальше просто, чтобы дело по-тихому рассматривалось. Предлагали, чтобы я подписал, сейчас скажу, какой этот документ. Мол, желая рассматривали, чтобы мое дело рассматривалось в особом порядке, вину признаю. А если вину признаешь в особом порядке, это значит, что одно заседание пришло, никого нет, грубо говоря. Тебе срок дали не больше, чем две трети от того, что полагается. И все. То есть они рассчитывали изначально на тайный суд. Вот это, то, что сейчас все происходит, это вышло из-под их контроля. Отчасти, по крайней мере. Дальше. Значит, какие-то счеты. Договор страхования от Клеща. Счет извещений. Уведомления в администрацию Томска. Объявления, рецепты, резолюции, журналы, ходатайства. Этикетка от одежды. Листовки в количестве. Читательский билет еще одной библиотеки за другой год. Удостоверение доверенного лица. Бонус на дисконтные карты. Денежная купюра в количестве одной штуки. Номиналом 10 рублей. Номер такой-то. Документы. Бланк, описи со штампом Почты России. Памятки в количестве 4 штук. Рентгеновские снимки в количестве 2 штук. Плакаты в количестве 378 штук. Полис добровольного медицинского страхования. Билет читателя опять. Заявление в количестве 13 штук. Расписка первого секретаря Томского городского комитета КПРФ от 20 ноября 2011 года о том, что феменцев полномочен предоставлять интересы городского комитета КПРФ на пресс-конференцию Следственного комитета по поводу смерти Жиглина. Дальше. Гарантийный талон документов. Справка выдана гражданином. Непонятно о чем. То есть общий счет изъятых предметов идет на тысячи. Эти тысячи говорят, что это будто бы вещественные доказательства. Я чуть позже к этому вопросу вернусь. Сейчас еще один отход в сторону. Пока я пытался избежать вот этого безумия, которое сейчас происходит и получить просто политическое убежище на Украине, чтобы оттуда просто защищаться нормально, а не вот это позорище, чтобы было, да, где квадратные лица и понимаешь, что тебя посадят. Так вот, пока вот это все было, пока между обыском и возвращением в Томске с украинской границей, в Томске была напечатана всего одна статья. Одна статья о том, что у Тюменцева прошел обыск, обвиняется в том-то, у него изъято много-много коробок с экстремистскими материалами. Давили на массу. То есть они массой все задавливали. Я не буду, наверное, сейчас заниматься более подробным цитированием тех документов, которые, точнее сказать, тех, того, что он не изъявит. Вкратце продвигусь на протокол обыска, а потом перейду к непосредственности к лингвистической экспертизе и к яркой исповинке. Значит, протокол обыска. Допросить тоже не удалось никого ни Макаркина, ни Макаркина, ни профессионального, ни Мартьянову. Мартьянову. Макаркин, если участвовал в одном действии, то Мартьянову во всех. Значит, что изъяли? Троцкий в изгнании. История русской революции в двух томах. Записные книжки, блокноты в количестве 5 штук. Тетради. Ответ Тюменцеву из ФСБ. Значит, я делал запрос по Жвачкину. Значит, открытое письмо Владимиру Путину, русского националиста, не знаю, на митинге может. Значит, протокол допроса свидетелей Тюменцева. Списки фамилии, контактов, граждан, даты, про демографию, обращения к каким-то евреям, не знаю, то есть, рукописные записи, дубль ГИС. Что тут? Заявление в прокуратуру. Ну, я не буду... Короче, вот всякую муду. Взяли, набрали навески, как картошку, и сказали, вот видите, сколько доказательств. И самое интересное, что многие люди вот и верят. Дальше. Явка с клонимом. В явке я пытался все-таки маленько защищаться. Как они получили явку? Если бы они действовали чисто силой, как они и начали действовать, я явки явы не дал. Не подписал бы. Я уже с собой вещи собрал, все. Но потом они сказали, что одного моего знакомого, то есть, пришел сотрудник ФСБ, сотрудник этого я знал, а лет 7, он мне пятки отдавливал на митингах, поэтому вообще считал я его нормальным человеком и подвоха такого не ожидал. Я никогда не думал, что он будет какие-то следственные действия против меня вести. Ну, я не сотрудничал с ФСБ, ну, просто как бы держал разумную дистанцию, но я не считал, что вот этот человек, я не чувствовал от него исходящей опасности. И он ссылается на моего знакомого, что мой знакомый послал его. Значит, и чтобы вот это посмотреть, нельзя ли чем помочь, так сказать, узнать, что происходит. Я, естественно, как-то с большим доверием отнесся. И он меня, короче, ну, дезориентировал, прямо скажем. И вопрос такой, либо ты пишешь явку и идешь домой, либо садишься. Судьи у нас, сам понимаешь, как работают, и тем более, что у нас есть свои судьи. То есть, сотрудник ФСБ, такая ситуация была. Я не знаю, Нечаев он там, Нечаев, я знаю, что его зовут Артем, и знаю, что он заикается. Больше я про него ничего не знаю. Ну, что может быть, что еще он тебе мог, говорит, что майор. Я этого тоже, в погонах я его ни разу не видел. Значит, те данные, которые даны в явке, они противоречат тем данным, которые даны в протоколах дохоза обвиняемого. Кстати, на этот протокол даже само следствие, само гособвинение здесь в суде уже не ссылалось, потому что, ну, он настолько противоречивый, что, ну, тем не менее, они так составляли. Значит, я пытался отставить свою точку зрения при написании явки, а Артем мне диктовал так, как им надо. Вот, я написал, например, что там для формирования у них, у пользователей мнения, недопустимости, социальной несправедливости в отношении граждан Российской Федерации, ну, и как-то пытался себя защитить. Он мне диктовал, что вот я понимал, что вот, что я, совершая противоправные действия, и в дальнейшем обязуюсь эти незаконные ролики удалить и подобные не выкладывать, и подтвержу эту ситуацию в суде. Вот я сейчас нахожусь в суде, у меня последнее слово, я говорю, что это все вранье. То есть, меня заставляли это писать, по сути дела, что было бы, если бы я не написал. А было бы следующее. Меня бы посадили в подвал ФСБ, на следующий день меня привезли бы в суд, тоже судья Галлиудиновой, кстати, которая меня и меру пресечения выбирала впоследствии. Меня бы точно так же закрыли в СИЗО, и никто бы не знал, что произошло тогда в квартире, вкладываясь в совершение на 28А, квартира 7. Никто бы не знал. Потому что вот та статья, написанная Микрюковым, что у меня вынесли там несколько коробок с экстремистскими материалами, это было единственное, что образовалось за 10 дней. То есть, может быть, в том числе, поэтому украинские пограничники не пустили. Ну, что это такое? Совершенно видно, что это какая-то ФСБшная Деза. То есть, никто бы не знал, что произошло. Они могли делать со мной все, что хотят. Никаких других возможностей защититься у меня не было, кроме как выйти на свободу и хоть что-то написать. Когда я не смог уехать, я только вернулся, я встретился с ТВ-2, рассказал им, как дело было, у них достаточно подробные обстоятельные записи есть. Значит, вот человек, гражданин, я не простой гражданин Российской Федерации, это было бы, ну, как бы, все-таки преуменьшение. То есть, я известный человек, у меня есть ресурс известности, и я ничего сделать не смог. Я просто, вот просто абсолютно был беззащитен, когда они вот это все делают. То есть, когда они пришли, ворвались, они же не давали никому звонить. То есть, я хотел позвонить адвокату, они мне воспреклятся, потом, когда в Следственном комитете, а кому ты собираешься, какому адвокату звонить? То есть, все время, нет-нет, мы тебе телефон не дадим. И не дали таким образом телефон. Я думал, что кто-то из знакомых может как-то там сразу откликнется, подключит журналистов. Ничего такого не произошло. Все было плохо, как в танке. То есть, если бы я сел, я бы просто сел, и все. И здесь они могли, и еще у них был очень большой садлант выбивать из меня показания силы. А это они умеют. То есть, перспектива, как они в нее обрисовывали, это пристегивание наручниками к батарее и дальше уже как получится. Могут просто попугать. А могут и не просто. У нас были случаи с Никаноровым, были в милиции, как пытали. Были случаи и с журналистом в 2010 году, к сожалению, забыл, Попов Константин, да. То есть, могли так, могли просто убить. Такое тоже было. То есть, как действовать в такой ситуации, у меня нет рецепта. Я просто думал, что когда я вращусь к обществу, будет какая-то реакция. Реакция как раз не последовала на тот момент. То есть, было такое, что вроде как, ну, вроде он что-то там говорил, надо было думать, сам виноват, вот сам наговорил, сам расхлебил. Примерно так, дистанция. Но это в конечном счете я говорил-то не только за себя, я говорил и про автобусы, я говорил, собственно, почему вообще эти ролики возникли. Они возникли потому, что, допустим, ролик про маршрутки, да, возник этот ролик, потому что 4 января столкнулись на проспекте Мира и Ильмира улицы две маршрутки. Одна перевернулась, там были ранены, и в том числе дети пострадали. И это было после повышения оплаты за проезд. То есть, совершенно видно, вы будете платить за все. Вот все, что мы не сделаем, все оно будет медово. То есть, мы как сказали, так и будет. А вы сидите и не пикайте, не пиликайте здесь. Вот их позиция. А кто такой Кляйн? Он всего лишь глава самоуправления, муниципалитета. Он даже не власть. И получается, ребята, вы что делаете? На них вообще никак нельзя воздействовать. Получилось так, что вот этот митинг не состоялся. И это же мне поставили вину. А граждане сказали, ну, нам это как-то безразлично все. Ты на что рассчитывал, вот получай сам. Сам расхлебывай все эти последствия. Примерно так было. Поэтому явку писать, видимо, было практически возможности выйти на свободу. Другой вопрос, надо было или уезжать. Это другой вопрос. Значит, а сейчас я постараюсь перейти к георгистической экспертизе. Экспертизу писал эксперт Кацкова. Я сразу попросил, когда еще назначали экспертизу, чтобы другое учреждение и выполняла. Естественно, никто это следователь вообще-то не восприняло никак. То есть, был отказ. Вот. Ей предоставили ролики, предоставили текст, она сопоставила. И самое интересное, что она выполняла два исследования. Одно в январе, а другое уже позже. Закончила она его в мае. И первое исследование легло в основу второго, насколько могу судить. Первое исследование заказывалось, так мы созвем, ФСБ, второе заказывалось Следственным комитетом. Вопросы одни и те же. Что в первом исследовании перед экспертом стояли, что во втором. И что в первом исследовании и что во втором она сама произвольно меняла эти вопросы. Был такой шестой вопрос. Имеется ли представленных на экспертизу видеороликов письменных материалов высказываемых переворожениях, в которых имеется негативная информация? Так, имеется ли представленных на экспертизу видеороликов письменных материалов высказываемых переворожениях, в которых имеется негативная информация, короче, тоже накручена информация враждебного, учрежденного, оскорбительного в отношении к лицам какой-либо национальности, технической, социальной, территориальной, конфессиальной группы. Если да, то именно то, какая именно, и в отношении каких групп, она меняет этот вопрос, и говорит, вот такая формулировка должна быть. Имеется ли в представленных текстах высказывание, в которых негативно оценивается человек или группа лиц по признакам раса, национальности, языка, происхождения, отношение к религии, принадлежности к какой-либо группе, если да, то какая именно, и в отношении каких групп. При этом же сразу делаю две сноски по отношению к словам. Значит, первая сноска, значит, понятие раса, национальность, происхождение близки по значению, но для меня это дальше уже комментировать не надо. Если для меня понятие национальности, ну, скажем, происхождение и раса близки по значению, то с этим человеком мне говорить не о чем. Дальше. То есть она так это воспринимает, я это воспринимаю совершенно иначе, я считаю, что раса это более кардинальное различие, например, чем национальность, и уж тем более происхождение, которое немножко из другой оперы. И тут же она пишет, что выборка текстов проводилась экспертом в соответствии с поставленными вопросами. То есть она перед собой вставит часть вопросов и отвечает. здесь приводятся некие тексты, которые мне впоследствии в бину не ставились, в том числе в данном исследовании. Поэтому я здесь их освещать не буду. Вот она пишет, что... Да, сразу перед ней была поставлена задача с обвинительным уклоном, эти вопросы были заданы. Наверное, надо было посмотреть третье. Сейчас. Да. Имеются ли представлены на экспертизу видеороликов письменных материалов высказывания или выражения? Имеются ли представлены на экспертизу видеороликов письменных материалов высказывания или выражения, содержащие положительную оценку враждебных насильственных действий? А, ну это она не нашла. То есть этого не было. Как-то... Сейчас я немножко, видимо, плохо подготовился, Но здесь есть вопросы такие, которые тенденциозно настраивают эксперта, что да, я совершил преступление, и вот осталось ей только понять, в чем именно мои грехи заключаются. К сожалению, я сейчас просто не готов с повышенной эмоциональности это сделать. Значит, здесь она пишет, что я в своих высказываниях, адресант, это я, кто адресует, призывает собраться на площади лиц, для кого не безразлична жизнь нашего города, цитирует меня с целью продемонстрировать протест против увеличения платы за проезд в общественном транспорте. При этом адресант указывает, что основной целью предупредительной забастовки является давление на власть с конечной целью свержения существующей власти. Эта власть должна пасть. Там это из контекста настолько выдрано, то есть там об этом говорится, это можно трактовать, конечно, и так, и так, но в целом там говорится это как прогноз. То есть это прогноз. Она подает это именно вот в таком духе. Адресант призывает своих сторонников к решительным действиям, результатом которых при невыполнении выдвинутых требований может стать лишение жизни всех, кто, по мнению адресанта, имеет отношение к власти. То есть она просто здесь очень тенденциозно интерпретирует текст. И у нас не было альтернативы к этой экспертизе. Мы не могли сделать что-то, что-то альтернативное, чтобы можно было взвесить, так сказать, сопоставить, чтобы сравнить с чем. То есть нам сказали, вот, экспертиза, что не нравится. Вот она ставит эту фразу в начало. Эта власть должна пасть. Либо мэра, Кляйна и губернатора Жвачкина берут под стражу за их корпорационные проделки, так назовем это. Либо мы возьмем под стражу не только Жвачкина, мы это народ. Не только Жвачкина и Кляйна, не только их поставим в стенки. Мы поставим в стенки правительства Российской Федерации, президента Российской Федерации, если они не соблюдают закон, почему мы уложим соблюдать им. Но это было сказано где-то так, на потоке, так сказать, поток сознания. Значит, вот эта власть должна пасть, эта фраза относится к предыдущему фрагменту, а включена в этот. И получается, что смысл от этого изменяется. Дальше, поставим в стенки. Это не означает обязательно настрел. Я полагаю, что это может означать просто экспрессивное выражение, как бы, желание, так сказать, кого-то взять за грудки. Примерно вот так же, равносильно. Но она разворачивает мысль, что это именно то, что она хочет сказать. Значит, дальше. Здесь, опять же, восстанет против круговой неправды. Народ, точнее, то немного, что от него осталось, восстанет против круговой неправды. Она делает акцент на слово восстанет и как можно подбирает под него контекст, что вот, да, именно восстание планировалось в Томске. Я вообще не сумасшедший, я понимаю, что если восстание где-то, ну, чисто вот как практик, да, если бы я делал восстание, для этого что мне нужно? Мне нужны деньги, оружие, люди и федеральный центр. Восстание делается так. И вообще оно делается, как правило, людьми из окружения высших лиц власти. То есть вторыми и третьими. То есть они там между собой будут, ну, то есть это госпереворот. Примерно так, вот из учебников истории. То есть говорить о том, что я в Томске собирался сделать восстание, ну, это как бы, это просто слово такое, как бы, восстать против неправды. Это же не означает, что человек выйдет, я не знаю, там, с автоматом и скажет, я восстал против неправды, начнут всех стрелять. Восстать против неправды, это значит выразить свой протест. Поэтому тенденциозность формулировок эксперта, ну, она просто запределит. Причем она иногда вот дает, даже вот, дает значение слову восстание. Восстание. Вооруженное выступление каких-либо социальных групп или классов против существующей политической власти. Второе, разговорное. Резкое выступление против кого-либо или чего-либо. Выражение протеста негодования. Ну, в принципе, я не знаю, там, может где-то даже это ближе чуть. Но при этом не указывается источник этой информации. Вот она делает сноски, а источник не указывает, на какой словарь она ссылается. То есть она взяла из головы-то, что ли. Вот. И в таком духе вся экспертиза написана. То есть она находит каждое слово, вот там, долбанную власть заставить вздробную. Вот все, она тут же. А так эфемизм от такого-то слова, это значит, такой-то матерок такой-то. Значит, прокляяно сказал придурок, все это страшное преступление. Но между тем, постановление Пленума Верховного Суда от 2011 года, я сейчас дату, скорее всего, не вспомню, она у меня здесь есть, как-то еще проще назвать. Да, 28 июня 2011 года. То есть в этом постановлении сообщается о том, что пределы критики должностных лиц, вообще лиц, находящихся у власти, политиков, ну, они гораздо, гораздо более широкие, чем простые граждане. Политические деятели, стремящиеся заручиться к общественным мнениям, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в следствиях массовой информации. Государственные и должностные лица могут быть подвергнуты критике в отношении того, как они исполняют свои обязанности. Ну, примерно то самое произошло. Значит, также здесь сообщается о том, что в этом постановлении, что подлежат доказыванию и мотивы совершения указанных преступлений. Вот мне изначально говорили, ты, давай, вот, кстати, в явке с повинной они не получили того, что хотели получить. Они хотели получить от меня, что я ненавижу украинцев, а я пишу в явке, что нормально отношусь к украинскому народу. Хотя, вообще, изначально сама формулировка, вот, на мой взгляд, формулировка Российской Федерации следователя, который пишет украинский народ в отношении, ну, новоросских, там, или малоросских регионов, которые в Российской империи были, ну, это несколько, как бы, подыгрывает народ. То есть, я считаю, может быть, и оскорбляет ему украинцев, то есть, граждан Украины, но я считаю, что они со мной одной национальности. И то, что они говорят, там, в большинстве своем, ну, в восточных, там, в центральных районах, на Суржике, это не делает между нами какой-то такой большой разницы, в том числе и ментальной. Когда я жил в Украине, я не чувствовал себя в другом государстве. Каких-то принципиальных моментов таких я не заметил. И не чувствовал себя среди людей, может быть, другой нации. Немножко в другом государстве чуть-чуть было, потому что Украина посвободнее, чем Россия была. Может быть, она чуть более коррумпированная была тогда, и поэтому такая свобода была еще. А у нас уже гайки подкручивали. Но, тем не менее, Украина была чуть более свободна, а к людям у меня вообще вопросов никаких не было. В принципе, именно такого национального характера. Более того, я считаю, что дискуссия на эту тему нужна, и закрывать подобными уголовными делами, пытаться заткнуть рот, я считаю, что это неправильно. Значит, вот здесь, опять же, касаются вопросов, почему я критикую губернатора, выбираю, правильное ли выражение. Я, к сожалению, мне приходилось читать о том, что более резкие выражения с экрана в телевидении в Америке пускаются в адрес президента Соединенных Штатов, и при этом ведущего дисквалифицируют на две недели, а у него матерком запускают в президента по поводу обращения к нации, или к федеральному собранию, к Конгрессу, извиняюсь. То есть, подобные ситуации, а у нас, что я про президента сказал, будь он трижды не ладен, и это подается, что вот да, негативное отношение, как будто негативное отношение, это не мнение человека, а что-то запрещенное. Дальше, само обвинение не дает никаких устойчивых признаков, устойчивых критерий в переселенцев. То есть, мной в ролике не даны такие критерии, о ком я говорю даже не совсем понятно. То ли они из Луганской народной республики, то ли не признанные, то ли они из Луганской области, то ли... То есть, слишком растутчатые категории. Это я не то, что попытаюсь сейчас защититься и оправдаться. Я считаю так, у меня был один простой критерий, ясно, я уже о нем говорил, это измена родине и измена своим убеждениям. То есть, если вы решили выйти из состава Украины через референдум, хотя я считаю, что это заведомо незаконная процедура, но, тем не менее, история, она вся находится вне закона. То есть, к этому можно отнестись с таким историческим пониманием, по крайней мере. Вы решили выйти из состава Украины. Нет проблем. Значит, отстаивайте свой выбор. Вы решили выйти из состава, началась война. Это совершенно прогнозируемое явление. Если Сибирь захочет выйти из состава Российской Федерации или какой-то другой регион, неизбежно здесь возникнет вооруженный конфликт. То есть, если кто-то хочет отделяться, он должен понимать последствия этого. И я полагаю, что люди, которые шли на референдум, это были люди совершеннолетние, они понимали последствия принятия ими такого решения. Они решение приняли... Я просто формулирую свою позицию о том, что если люди приняли решение, то они должны просто отвечать... не потому, что я плохо к ним отношусь, а просто они должны делать то, что они решили. А они уехали в Россию, потому что здесь жить... У меня вопрос, Ваша честь. Почему мы сами как в плетке сидим? Не повернусь, у меня же шея устала. Я же не тяжело слышу. Я слышала бы слышащие. Мне слушать тяжело. Видите, я его не держу. Это вообще невыносимое. Мы два часа уже пророждали. Так. И вот что? И сядьте нас тутчик, если он тамyeongчат. Да, мне тяжело. И я думал, что он был... И сядьте нас тутчик. И сядьте нас тутчик. Иначе... Ну вот, пожалуйста, истинчик есть. И сядьте нас тутно. Это donde мы можем. Пирамиды? Спасибо. Мы не преодержали. Это было еще. Представленных тех, Это негативная оценка группы лиц, то есть у меня вообще просто негативную оценку говорят, обозначены как украинцы-переселенцы из Луганской и Донецкой области. То есть группа лиц, объединенных по признакам национальности, языка происхождения. Я не понимаю, какой вот язык, что в Луганской области луганский язык, в Донецкой донецкий, в Томской томский, мы все говорим на русском языке. Национальности, какая там национальность в Луганской и Донецкой области? Да там одна национальность, русские все. Происхождение. Какое происхождение? Где следователь выяснял, какое там было происхождение? Он что, к каждому подошел, а просил, ты откуда вот сюда в Луганскую область приехала, или там в Донецкую? Ты откуда приезжий? Ничего подобного. Значит, то есть это голословные какие-то обвинения все. И они совершенно не конкретные. Я еще раз говорю о том, что я говорил про одно, а меня обвиняют совсем другом. Но обвиняйте меня тогда в том, что я свою гражданскую позицию отстаиваю, что если человек принял свое гражданское решение, то он должен его отстаивать. Тут я принял, я отстаиваю. Уехал бы на Украину, отстаивал бы на Украину. То есть я не собираюсь от вас там бегать. Я просто знаю, что правду все равно восторжествует. Ну, то есть здесь много всякой вот этой патетики ненужной. Поэтому ролик был удален. Ролик был в интернете сутки. Мне за него пытаются, грубо говоря, сшить 280-ю статью. И, насколько я знаю, мне запросили 4,5 года лишения свободы. И я так понимаю, что удвоенный состав. И еще плюс, совершенно непонятно за что. Просто непонятно. То есть ролик в интернете сутки, последствий никаких. Может быть, потому что последствий нет, но нужно, чтобы они были. Тогда другой вопрос. Дальше. Хохлы. Я уже еще раз подчеркивал, что я и выводу здесь не какой-то оскорбительный термин. Потому что хохлами я называю гражданами Украины, украинцев. И когда мы на стройке жили, мы друг друга этими терминами, так сказать, без всяких задних мыслей. Эй, хохол, налей чайку. Ну, что-нибудь такое. То есть у нас... Это все было нормально. Так, вот про экспертизу я сказал. Возможно, я сейчас пробегусь еще по некоторым документам. И их, скорее всего, буду уже завершать. Потому что время 6 часам. И остается только минут 10. Значит, хотелось бы отметить интересную роль ФСБ. С одной стороны, оно воюет. Как бы их там нет, но они как бы там есть. А с другой стороны, на украинских территориях. А с другой стороны, возбуждают против меня уголовные дела. С одной стороны, те люди, которые туда ехали воевать, вроде как ополченцы от нас, из России и Украины. Вроде как ополченцы и молодцы, но по имеющейся информации их сейчас также садят по тюрьму. Потому что они вернулись и потому что они, наверное, тоже экстремисты. То есть для ФСБ сейчас экстремисты все. Ополченцы ехали из России туда после 2 мая 2015 года. После того, что произошло в Одессе, что нас глубоко всех потрясло. Я имею в виду пожар в Доме профсоюзов, когда людей сжигали. И мы до конца не можем оценить эти события, потому что нет информации правдивой. Она вся взаимоисключающая. Но тем не менее, люди туда выхлынули потоком из России. Особенно из европейской ее части. А потом оказалось, что они, собственно, экстремисты. Они воевали там бесплатно, а сотрудники, которые вербовались, по 3,5 тысячи долларов получали в месяц за это. Для них это был бизнес. А мы, ну такие профаны, как я, пытались просто разобраться в ситуации. Многие из них, которые приехали туда, в Луганск, Донецк, сидели в подвалах СБУ у этих же ополченцев. Их подозревали в том, что они шпионы. Мне тоже, когда я приехал в Ростов, мне тоже начали копать. Что ты сочувствуешь украинцам сильно? А не агент ли ты правого секта? Не шпион ли ты от них? То есть это говорили те люди, которые называли украинцев фашистами. Мне сказали, ребята, ну как мы, мы должны разобраться во всем, а как можно стрелять сразу, без разбора. Вот, то есть вот эти люди, которые в ФСБ-шечке, они сейчас хотят на двух шнулях усидеть. Они хотят, вроде они и патриоты, когда они меня везли в машине, валтузили кулаками, да? Они вроде как себя за патриотов выдавали, что у меня неправильная гражданская позиция. Они маленько хотели скорректировать. Вот. А сейчас получается, что они и тех долбят, и других долбят. Для них все теперь неправы. И сейчас, получается, за выбор, за решение Путина должны отвечать и те, и другие. То, что Крым присоединили, за это спросят с нас. И то, что Новороссию не присоединили, за это тоже спросят. И оказываются виновными те люди, у которых, да, мы путали свои гражданские позиции, но она у нас была, мы пытались ее сформулировать, мы пытались во всем разобраться, нам было не все равно, что там происходит. Может быть, у нас такие фантомные украинские боли, но у нас это было реально. Вот. А те люди, которые сказали, ай, ерунда какая там. Многие остались, то есть большинство российского общества осталось в стороне от происходящего. Это видно по деньгам. Деньги собирались в Томске. 150 тысяч на помощь Новороссии. Какие-то смешные суммы были. Вот. А те люди, которые рисковали жизнью, ехали на последнее, их потом в клетку и в лагерь. Я еще раз говорю, это не единственный случай, что касается меня. То есть очень многих вот так. И потом, никаких особых трений, скажем, даже между беженцами, ну так называемыми беженцами, да, я называю переселенцами, мне кажется, это более удачный термин. Вот. Между переселенцами и мной тоже нет. Хотя у нас тоже какие-то возникали моменты такие в общении. Но это, я не хочу сказать, что это бытовая ксенофобия или еще что-то. Просто суд и вообще государство российское решило себя показать белым и пушистым. Я сижу сейчас в СИЗО. У нас милицейская волна, радио постоянно играет, работает. Я слышу, как беженцы приехали туда, ой, какой кошмар, беженцы приехали сюда, ой, какой кошмар. А еще буквально несколько месяцев назад по российским каналам, по российскому радио говорили, что надо помогать беженцам, гуманитарку собирать и прочее. А сейчас говорят о том, что вы посмотрите, как к ним, откуда же, из Сирии, в Европу едут беженцы. Это же, как сказать, наваждение какое-то, то есть, что бедствие. И это подается в России сейчас так же. То есть, российская власть с помощью СМИ, у меня нет таких возможностей, разжигает ненависть людей друг к другу. А потом, говорят, подсудимые, я вас слышу, я вас слышу, прекрасно. Предъявление у меня имеет отношение то, что российские власти разжигали здесь истерию, пытаясь на этом Крыме заработать рейтинг. А сейчас наступают последствия. И за эти последствия придется платить. Вы думаете, все будет тихо и стабильно? Нет, я не потому, что тюменцев экстремист, я не экстремист. Я буду сидеть. Другие люди, которых вы со своими действиями сбаламутили, точнее, те люди, на которых вы работаете, они будут добиваться своих социальных прав, они не будут молчать. То есть, люди есть оскорбленные российской властью. Для меня, допустим, глубоко оскорбительно весь этот процесс. Мне даже защищаться за все время ни разу не дали. Сейчас у меня последнее слово. Ну, казалось бы, несет он пургут, допустим. Ну, пусть он выговорится напоследок. Ну, дайте ему там два часа. Нет, меня два часа мариновали, с опозданием привезли. В суде меня раза три-четыре глотку заткнули, чтобы я, ну, не дай бог, чего-то не сказал. Собственно, а что мне сказать? Я вот все, что могу, я уже сказал. ФСБ двумя руками работает. Одной рукой оно воюет там, ополченцы едут, а другой оно этих же ополченцев садит. И вообще, садит всех, кто с ним не согласен. Вот, в принципе, вкратце моя позиция. Я совершенно отчетливо понимаю, что будет обвинительный приговор, и все остальное тоже понимаю. Но я по-другому поступить не мог, в принципе. То есть мне надо было просто сказать то, что я думаю. Свою гражданскую позицию выразить. И тогда, в ролике, и сейчас. То есть я смотрю еще на эти вещи, с какой стороны. Значит, российское государство, оно пытается показать, что оно какой-то там арбитр, объективный и так далее. Тут объективное рассмотрение дела, в принципе, в российском суде не могло быть и не может даже на апелляции. А по одной простой причине. Потому что судьи, они находятся вот в этой системе. Подсудимый. Подсудимый. Да. Вы касаетесь обстоятельств, международных уголовного дела. Я возражаю. В порядке части 3 статьи 243, потому что вынесение мне приговора касается обстоятельств данного уголовного дела. А вынесение приговора будет судьей. Я понимаю, что вы не хотите, чтобы я говорил, ярко вам не сказать напоследок нечего. Я, пожалуй, завершу свое выступление. На сегодня все. Да. Спасибо. 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 Спасибо.